Оооо! Даже когда мы были, так скажем, в ближнем зарубежье, в Казахстане, зрители очень тепло принимают. Зритель все видит, он видит, что ты из себя представляешь, он видит все в твоих глазах, и он слышит это, когда идет голос в зал, прежде всего передаются вибрации. И вот уже эти вибрации зритель чувствует очень хорошо, здесь нельзя сфальшивить. В этом году Волгскому народному хору исполняется 65 лет. В юбилейный гастрольный тур артисты отправятся в Ярославль, оттуда в Рязанскую область и в Вологду. Там состоится фестиваль «Лето в Кремле». Покорять публику со всей страны будут свыше полусотни музыкантов, танцоров и певцов. По пожеланиям зрителей, концертную программу доработали. В одном из концертов мы должны будем спеть у стен монастыря, и нас попросили немножко более солидного репертуара, начать с него. Поэтому нам пришлось добавить к этой нашей поездке, добавить еще произведения, которые, ну так покажут, с более солидной, с более весомой. И даже мы там Погородицу будем петь. Вся программа цельная, она имеет один концептуальный ряд, и поэтому это очень важно, то, что она связана. И смысловая нагрузка, что в начале, что в финале всегда увязана. Мы рассказываем о том, откуда мы, о Самаре, и в первую очередь мы славим ее. Насыщенная программа включает в себя свыше десятка песен о Самаре и Волге. Юбилейное турне Волского народного хора обещает быть насыщенным. Первый концерт артиста дадут 20 июня на сцене Ярославской государственной филармонии. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.